Не пищать Не пищать приводило их в необычайную мотивацию Оно возвращало их жизни Это был приказ отправиться к созидательному, проактивному труду Дед умер очень рано Бабушка работала в школе в первую смену И в профтехучилище во вторую смену Воспитывала троих детей Дом строила, на машину копила Так вышло, что я на один год во втором классе Остался у бабушки на целый учебный год И бабушка надо мной очень хорошо постаралась Ну представьте себе, базарный коробулак Саратовской области Такая деревня В доме ни газа, ни воды, ни отопления, ничего нет Дрова наколоть, печку топить Утром, вечером Ну в общем и первый свой строительный объект Сарай с дядей я тоже построил В базарном коробулаке Так вот это не пищать Оно теперь всегда со мной Это такой вот приказ Если вы еще до сих пор склонны к рефлексии Заканчивайте жаловаться И отправляйтесь переделывать вокруг себя все, что вам не нравится Я родился в Магнитогорске Это край суровых мужиков и вонючих заводов Вот я жил, жил, я не знал, что бывают другие места Я поменял пять школ Родители переезжали с района на район И каждый раз в школе начиналось все одинаково Ты кто такой? Ты откуда приехал? Пошли выйдем Так вот эта среда, вот эта атмосфера колючая такая вот Недружелюбная Мне всегда казалось, что это неправильно Что так не должно быть Должна быть созидательная, творческая, кооперативная среда Я всегда знал в детстве, что моя среда где-то в другом месте Поэтому не миритесь с реальностью Не будьте смирными Если вам не нравится та среда, в которой вы находитесь Ищите другую, создавайте другую И ищите, пока не найдете Мне было 12 лет Когда отец вдруг начал жаловаться на своих сотрудников лаборатории Я долго спрашивал его Отец, почему ты их не уволишь и не возьмешь других? Он уходил от ответа И потом как-то мне рассказал о какой-то системе Которую нельзя изменить Что сын начальника цеха Племянник кадровика Дальний родственник директора завода Все почему-то оказались у него в лаборатории Я тогда не знал, что меня взбесило Но я просто взбесился и даже предложил пойти разобраться Ну конечно мы никуда не пошли тогда Я был не согласен, но изменить ничего не мог А сейчас могу Если вы не умеете говорить Ты уволен И подбирать правильных людей не умеете Процветания Не будет В детстве я всегда экспериментировал Очень любил экспериментировать В юности тоже В студенчестве Кружок музыкальный Кружок авиамоделирования Кружок судомодельный Танцы, музыка Чего только не было И отец всегда мне эти эксперименты позволял Даже поощрял А мать всегда так Была сторонником системного подхода Настойчивого такого Так вот Экспериментировать и доводить дело до конца Это очень важно для предпринимателя Но редко бывает Когда в одном человеке Оба качества сильно проявлены Поэтому если у вас Склонность к чему-то Конкретному Например экспериментировать Или к чему-то Например Доводить дело до конца системы Немедленно отправляйтесь И ищите себе Взаимодополняющего партнера Иначе вы наэкспериментируете так Что потеряете нахрен все Или Будете ломиться в закрытую дверь До последнего Хотя рядом И есть открытая Мне было лет 15 Когда мама познакомила меня С двумя Странными людьми Это были ребята Студенты физтеха Они выглядели по-другому Дышали по-другому Мыслили по-другому Было все по-другому И я вдруг В этот момент Ощутил и понял Что где-то есть места Где таких ребят Много И я туда хочу Как только я понял Куда я хочу Я понял В какой жопе Я сейчас И мне так захотелось Сюда И ясность Возникла в моей голове Невероятная Я стал готовиться Поступать на физте Но правда Ясность у меня Быстрая уверенность Прошла Когда я получил Первое задание В заученной физико-технической школе Я от силы Мог решить Одну задачу Из десяти И тогда Первый раз Я стал заниматься С наставником С ментором С профессором Из пединститута Что я вынес Из этой истории От встречи Со студентами Физтеха От встречи С первым моим наставником Да очень просто Отправляйтесь к своим И никогда Не бойтесь Попросить помощь Мы Стали крыть крыши Потому что На физтехе Все студенты Летом подрабатывали Кровельщиками И мы начали работать Что нами двигало Тогда Желание Зарабатывать Вы знаете Кажется Что желание Зарабатывать Это так Естественно Неа На самом деле Многие Не хотят Зарабатывать Годами сидят В офисе Ожидая прибавку Повышения По службе А кто-то Сидит на мешочке С накоплениями Многие Не хотят На самом деле Зарабатывать Нет желания Еще что-то нет Это не хорошо Не плохо Это просто так Поэтому я Я книгу свою Назвал Жажда И много В ней написал Про это Как зарабатывать Как начинать Зарабатывать Когда мы начали С моим партнером Сергеем Колесниковым Работать Самостоятельно Кровельщики Кровельная фирма У нас Мы вдруг Попали В очень Неприятную Ситуацию Как бы мы Не старались Как бы мы Не организовывали Наш бизнес Постоянно Были Какие-то Попады То материал Некачественный Привезут То задержат Его В общем Наши заказчики Были постоянно Недовольны Постоянно Срывы Штрафы Недовольство В общем Плохой бизнес Очень плохой Бизнес И тогда Мы решили А почему Самим Не производить Эти материалы Так появилась Компания Технониколь Компания В которой Сейчас Более Пятидесяти Заводов Во многих Странах Мира Компанию Которую Основали Два Студента Фистеха На втором Курсе Просто потому Что были Не согласны Просто потому Что искали И находили Свою среду Хотели Зарабатывать Они Экспериментировали Но доводили Дело до конца Не боялись Спросить помощи И по дороге Всегда говорили Себе Не пищать АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ХНОЛ Продолжение следует...